Чудная работа на телевидении гласит Вы за очень быстро можете посмотреть многое. Есть еще одно. Вы быстрее перемещаетесь. И главное, вы очень быстро начинаете говорить, причем на нескольких языках. То, куда и зачем мы поехали, на этот раз это река Квай. Зачем мы поехали? Попросил нас основатель сети автостекло у Альберта, Альберт Павлов, найти то, что было где-то и настраивалось на спирту. Просто, когда их собирали, их везли сюда в группе. И они покупали ту самую фигню, которую я затем купил прямо рядышком с домом. Это называется туристический пополос. А затем, ну не знаю как, им надели нагрудные жилеты, и они поплыли. Я тут-то недавно увидел немаленького крокодила в Индии. И понимаю, конечно, что всех там крокодилов разводят на ферме. Но помнится, был там ливень немаленький. И думаю, кто-то мог и слинять. Поэтому ссорь, без такого геморроя. Но что же такое река Квай? Тезис о том, что в Таиланде надо путешествовать, имеет место быть. И он сегодня у нас реализован. Вот мы взяли так, все спокойненько. И поехали туда, где писалась не самая лучшая страница из истории Таиланда. Дело в том, что и по этой чудо-стране прокатилась Вторая мировая война. И вот этот мост через реку Квай. Здесь бились и бились не на шутку. И вот как память о Второй мировой войне. Две 500-килограммовые бомбы. То есть досталось тайландцам не по-детски. Но сейчас, сейчас это место паломничества туристов. Дело в том, что похоронено здесь народу очень много. И при строительстве этого моста погибло людей достаточно. Но, как вы видите, получилось очень красивое местечко, куда просто необходимо приехать. Теперь, что касается того, как это сделать легко и просто. Ну, мы лично для себя выбрали чисто прикол от автостопа или от программы «Теперь уже дом, милый дом». Потому как знаем, с кем он когда путешествует. И все получилось просто замечательно. Ну, 3800 бат. И наш личное такси. Хоть иногда-то у меня должен быть личный водитель. Так вот, здесь в бытность Второй мировой войны японцы построили дорогу. И, конечно, никто никому не объяснял, сколько у нас людей лежало повсюду. И сколько мы бились с фашистами. Но в любом месте боя Россия, точнее тогда СССР, мы положили и себя, и тех, кто нас захватил в разы больше. Да, здесь были битвы. Да, понятно, что и американцы, и жители Соединенного Королевства, и тайцы, и японцы здесь положили свои головы. Но не так, как у нас. А вот я прадеда своего оставил в 1941 году рядом с Москвой. И дед другой положил часть себя на фронтах Второй мировой. Конечно, здесь клево и ухоженно. Конечно, мы не в состоянии сделать что-то подобное. Но память-то остается. И пусть она в детях моих сидит память про ужасы Второй мировой. Конечно, только сейчас, находясь не в туристической зоне Таиланда, а там, где, собственно говоря, все дело-то происходило. То есть сам Бангкок стоит на реке, река Квай. Тоже место такое, где много чего происходило. И вот здесь понимаешь, откуда в Таиландсах столько спокойствия. А как еще по-другому жить, когда всего хватает в избытке и солнца, и воды? Да, и даже если брать, к примеру, достаточно дорогое топливо, то стоит оно чуть-чуть дороже, чем у нас. И поэтому грамотный выход. И вот поэтому даже на водных лодочках здесь стоят дизеля. Вот так вот, трубовые дизеля. То есть если подходить с точки зрения грамотного подхода к сохранению природных ресурсов и экологии, то я Таиланду поставил пятерку. И это без тени сомнения. Да, это так. А что касается мусора, так вы викиньте российский местечковый авторитет. Проедьтесь в любой захолустье и подумайте, кто ссорит. А затем, поняв нас, поменьше каков сливаете на то место, где жизнь кипела. Да, количество людей здесь всегда было выше, чем у нас. Да, здесь в стране Сианма тоже всего хватало. Но эта страна стала первой в Азии, расширившей свои границы для туристов. И честно, сделала она это круто. Честнее, круче только Япония и Сингапур. Но там для своих. А здесь и нам-то приколов хватило. А где мы все это обнаружили? А сейчас расскажу. День был другой, и мы с супружницей поехали в то самое место, за которым закончился знак. Добро пожаловать в Паттайю. При этом, знаете, июнь месяц, народу типа нет, типа косяк. Вот только косяком сие не закончилось. Преимущество путешествия в начале июня месяца в Таилан. Обратите внимание, вроде бы единственный аквапарк в Паттайе. Но народу нет, потому что, ну типа не сезон. Опять же, сезон сейчас Турция, наверное, сезон, но немножко холодноватый. В море вы не покупаетесь 24 часа в сутки, в бассейне тоже. В Таиланде легко. В Египте? Да, наверное. Но в Таиланде есть определенные вкусовые характеристики, скажем так. Это очень много впечатлений. А теперь, почему мы сюда поехали, почему вот так, решили тронуть на шеф и устроить себе небольшой отрыв. Ну, очень просто, просто надоело, знаете. Программа «Дом, милый дом» посвящена, конечно, не банкам и не нашему отдыху. Хотя, почему и не отдыху. Но, в основном, она, конечно, посвящена технологии строительства, ремонту. А вот строители, они всегда ответственные люди. И, порой, в самый ответственный же момент, ну, в момент того, как необходимо проплатить эфир, они уезжают куда-нибудь отдыхать. Вот мы и решили забить на все и поехать отдыхать в Паттай, то есть в Таиланд. А теперь, тот аттракцион, ради которого я, собственно говоря, сюда приехал, заплатил 200 батов на такси. 200 батов стоил в одной билет на двух человек. В общем, много, не много. Я думаю, что дешевле, чем в Аква-парке. И вот этот аттракцион, я раньше монтировал, смотрел на него. О том, как он называется, чуть позже. Ох, вы знаете, по-моему, острые ощущения вам будут гарантированы с собой. Блядь, все, блядь, тут не место. Ох, блядь.